Добрый вечер! О событиях уходящего вторника вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Андрей Сидорчуков. Смотрите в нашем выпуске. Организовано проведение оперативно-розыскных мероприятий. Банки продолжают потрошить. В Перми совершен очередной налет на отделение кредитно-финансового учреждения. Ребенок действительно выглядел на 2-3 года. Он определить свои данные, назвать не мог. Трехлетний странник. Ребенок отправился в путешествие и проехал сам через несколько районов города на автобусе. Если загорит торф, то он уже не будет у нас практически контролирован. Пожароопасный период. В Краснокамском районе огонь приближается к торфяникам. В Перми снова ограбили банк. На сей раз целью налетчиков стало отделение Сбербанка на улице Ласвинская, 60А. То самое, которое уже попадало в сводки 1 июля, когда рано утром там прогремел взрыв. Злоумышленнику тогда не удалось повредить банкомат, и полиция оперативно задержала подозреваемого. Сейчас для грабителей все прошло успешней. Судя по записи с камер видеонаблюдения, опубликованной Live.ru грабили двое. Очевидцы описали их как молодых людей около 20 лет. Они были в масках и кожаных перчатках, угрожали кассирам предметами, похожими на пистолет и автомат. Получив желаемое, ретировались. Пресс-служба кредитно-финансового учреждения опубликовала комментарий, уже ставший привычным. Факт нападения подтверждаем. Пострадавших среди сотрудников и клиентов нет. В интересах следствия подробности не раскрываются. В полиции уточнили, что нападение было совершено в начале 11 утра. Сообщение об ограблении поступило в 10.20. На месте работы следственной оперативной группы проводятся первоначальные следственные мероприятия. Организовано проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников. Предполагаемая сумма ущерба не называется, но по некоторым данным грабителям досталось около 200 тысяч рублей. По горячим следам задержать злоумышленников не удалось. Напомним, последнее дерзкое ограбление банка произошло 16 июня. Налетчик, угрожая оружием, открыто похитил из кассы отделения Сбербанка на юрше 100 около 4 миллионов рублей и несколько тысяч долларов. До этого, 18 апреля, неизвестный напал на инкассаторов в кинотеатре «Кристалл», когда те собирались загрузить в банкомат кассеты с деньгами. Нападавшему удалось скрыться с суммой около 2 миллионов рублей. Данные преступления до сих пор не раскрыты. При этом накануне пермская полиция объявила о задержании банды налетчиков, грабивших банкоматы в Прикамье с прошлого года. На их счету по меньшей мере 10 эпизодов. Юный пермяк-путешественник, трехлетний ребенок, оставил свой дом и отправился кататься на автобусе. Его мать при этом хватилась пропажа не сразу. Как далеко уехало самостоятельное дитё и чем закончился этот опасный вояж, расскажет Олег Романов. Именно этот трехлетний гражданин ушел из дома и отправился в странствие. Вряд ли ему не давали покоя лавры соотечественника Фёдора Конюхова, который недавно совершил кругосветное путешествие на аэростате. Для своего турне он выбрал средство передвижения попроще – автобус 74 маршрута. Сел на него в заостровке в воскресенье вечером и доехал до Владимирского. К этому моменту кондуктор поняла, что юный пассажир путешествует налегке и один. Женщина сообщила в полицию. Учитывая, что возраст ребенка был маленький, ребенок действительно выглядел на 2-3 года, он определить свои данные, назвать не мог. Назывался только именем. Установить личность ребенка была первоначальная задача для инспектора ПДН. К сожалению, установить личность не удалось, и ребенок был передан в бригаде скорой помощи. Информацию распространили по всем отделам полиции, чтобы родители, обнаружившие пропажу ребенка, могли его найти. Мать объявилась, но только в понедельник утром. Рассказала, что сына потеряла еще в воскресенье, но поскольку была нетрезва, не решилась обращаться в правоохранительные органы. Установлено, что гражданка находится на территории Дзержинского района в течение нескольких месяцев. Проживала на территории Кунгурского района. Здесь она снимает комнату и устроилась на работу уборщицей в магазин. Значит, ребенок находится под контролем знакомой. Гражданку привлекли к административной ответственности за недолжное исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Всю информацию отправили в органы опеки и попечительства. Олег Романов, телевизионная служба новостей. Огонь наступает. По состоянию на утро 26 июля в Прикаме действует 8 лесных пожаров. Только за последние сутки возникли новые очаги в Чистинском и Косинском районах. Есть возгорание и недалеко от Перми. Затем, как борются с пожаром под Краснокамском, узнавал Евгений Гуляев. Окраины Краснокамска в легкой дымке. В городе ощущается запах гари. Причиной тому сразу несколько пожаров, очаги которых находятся неподалеку. Вот сейчас мы находимся на самом краю очага возгорания. Как вы сами можете видеть, за моей спиной осталась лишь выжженная земля. Открытого горения здесь не увидишь, так как тлеет всего-навсего в верхний слой земли. Это сухая трава, мох и листья. Но достаточно легкое водонавение ветерка, как пламя, тут же появляется. Для тушения пожаров привлекли 13 единиц техники. Три пожарных расчета организовали подвоз воды. В тушении принимает участие более 40 человек. Мониторинг осуществляется круглосуточно. Ликвидировать горение надо как можно быстрее. Если загорит торф, то он уже не будет у нас практически контролирован. Сейчас мы пока делаем все усилия, принимаем все, попытки делаем, чтобы у нас не загорел торф. Если мы не остановим сейчас верхнюю постилку, вот эту, все пойдет вниз, загорит торф, тогда уже будет очень трудно остановить. Буквально за последние несколько дней специалисты Краснокамского лесничества выявили 4 крупных пожара. Общая площадь горения составила более 7 гектаров. При 25 гектарах горения уже объявляют режим ЧАЭС. Пока ситуацию, по словам лесников, удается держать под контролем. Три пожара ликвидированы, один пожар действующий. Площадь горения составляет 2 гектара. Горит лесная подстилка, мох. Принимаются все меры, чтобы не допустить торфяного пожара. Основным фактором возникновения лесных пожаров является человеческий фактор. Люди не соблюдают технику безопасности, сетуют лесники. Особенно это касается курильщиков. А народу ходит много. В этих местах полно голубики, черники и морожки. Там пожара нет, где ходим. Я 40 лет хожу, я не боюсь. А что, типа из нас поджигатели делаете, да? Осложняет тушение то обстоятельство, что до места горения пожарным машинам не добраться. Приходится протягивать пожарные рукава и качать водонасосами. Последний раз крупные возгорания в Краснокамском районе фиксировали 3 года назад. Площадь горения тогда составила более 9 гектаров. Огонь близко подбирался к населенным пунктам. Задымленности, запах гори ощущались даже в черте Перми. Евгений Гуляев, Иван Худяков, Телевизионная служба новостей. Искал цветмет, нашел смерть. Несчастный случай произошел на одной из свалок краевой столицы. Рабочая организация, занимающаяся сбором металлолома, погиб под гусеницами спецтехники. Репортаж Елены Яговцевой. Несчастный случай произошел на бывшем полигоне производственных отходов завода Камкабель. Свалка давно закрыта, но здесь промышляют охотники за цветметом. Погибший водитель трактора один из них. Задачей мужчины было ровнять мусорные кучи, а рабочие шли вслед за дорожной техникой и собирали медь. На гусеницах спецтехники следы крови. Водитель трактора погиб в самый разгар рабочего дня на глазах своих коллег. По словам очевидцев, во время совершения маневра он выпал из кабины наружу. И двигающаяся махина его просто раздавила. Заднюю сдавать стал, и его все, что-то случилось прямо в машине, чего он сознание потерял. Он выпал прямо на траке, вот так вот лицом, ноги в кабине у него были, и его стаскивать начинают. И вот так получилось, что, короче, ну все, заживало человека. Ему ухо еще оторвало, короче, этим бульдозером. Ухо, ну вот, его там еще об камень, как получается, зажало-то. У него руки туда залетели. Очевидцы заглушили двигатель, вызвали спасателей и скорую помощь. Но было уже поздно. Мужчина скончался до приезда врачей. На место прибыли сотрудники органов внутренних дел. Предварительная версия – несчастный случай. Это из-за жары произошло. Потому что у человека до этого была травма какая-то. Ему делали трепанацию черепа. То есть на голове у него что-то, ну, видно, шрам большущий был. У него пена изо рта еще до этого шла. Когда здесь вот его увидели, у него пена изо рта шла. То есть это эпилепсия, да, может быть, была. Точную причину произошедшего установит судебно-медицинская экспертиза. По имеющимся данным, погибший мужчина был в числе самых дисциплинированных водителей на предприятии. Соблюдал технику безопасности. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Прошло первое заседание межведомственной рабочей группы, созданной для рассмотрения ситуации, связанной с увольнением худрука театра драмы Бориса Мильграма. Как сообщает новый компаньон, после трех часов дебатов члены комиссии пришли к выводу, что увольнение Мильграма было юридически обоснованным. Однако при этом не учитывались социальные последствия этого действия. Поэтому рабочая группа рекомендовала пересмотреть это решение. Мы все пришли к единодушному мнению, что Бориса Мильграма необходимо сохранить в качестве художественного лидера театра, пояснил изданию худрук театра юного зрителя Михаил Скомарохов. Комиссия планирует провести еще одно заседание 29 июля, после чего решение будет направлено губернатору Пермского края Виктору Басаргину. Торговый центр или детская площадка, жители одной из краснокамских многоэтажек, расположенной по улице 10-й Пятилетки, обратились в нашу редакцию. Они возмущены тем, что на придомовой территории, принадлежащей по их мнению ТСЖ, развернулась, как они считают, незаконная стройка. Строители утверждают обратное, все разрешающие документы у них имеются. В земельном споре разбирался Евгений Гуляев. Эта стена посреди двора появилась месяц назад, рассказывают местные жители. Теперь на узкой полоске земли между их домом и новым забором остатки детской площадки. Люди настаивают на том, что участок принадлежит их ТСЖ, и на нем никто не может вести никакие строительные работы. Здесь всегда проводили дворовые праздники, а ребятня гоняла мяч на футбольном поле. Мы очень сильно возмущены, нас никто не спрашивал, хотим ли мы это. Жители соседних смежных домов тоже самое. Все возмущены этим, потому что детям играть получается негде. Просто у детей все отобрали. По словам местных жителей, с появлением здесь вот этого серого забора, который находится вблизи дома, дискомфорта здесь только прибавилось. Это и уменьшение детской площадки, и постоянный шумостройки, или вот, к примеру, туалет для рабочих, который был возведен буквально в нескольких шагах от песочницы. Как выяснилось, все согласовано с местными властями. Но жители показывают паспорт дома и ссылаются на схему, в которой указаны границы придомовой территории. Некоторые даже вопросы задают. А что тут будут делать? А что у нас сейчас теперь площадки не будут? А где нам играть? И что теперь ответить? Что пришли какие-то взрослые дяденьки, увидели эту территорию, она им понравилась, и они решили тут построить магазин. А на наших детей, собственно, наплевать. В администрацию обратились. Оказалось так, что эта территория на бумагах оказалась не нашей. В паспорте дома она указана, начали нам объяснять, что мы в свое время не подали в кадастр, то есть в неживание этой земли. Представители организации, занимающиеся строительством, пояснили нам, что в будущем здесь появится торговый центр. Разрешение на свою деятельность компания получила. Оно у нас выдано до 28 августа 2016 года. До этого времени мы планируем закончить все земельные работы по фундаментам и выйти уже к основному конструктиву. По словам главы Краснокамска Юлии Потаповой, эта территория была отведена под строительство торгового центра еще в 1992 году. А паспорт дома, который имеется у председателя ТСЖ, не является документом, подтверждающим собственность. В общем, стройку продолжат. Отозвать сегодня или отменить наше постановление или разрешение мы не вправе. Если мы это сделаем, соответственно, бюджет понесет очень серьезную многомиллионную нагрузку, которую нам, соответственно, предъявит застройщик. Жители вышли на сегодняшний день в суд о том, чтобы вот этот вот участок земли оставить за собой. Но, тем не менее, в собственности участок у жителей не находится. Этот участок, он в госсобственности, и на него, скажем так, права не разграничены на сегодняшний день. Жители обратились к экспертам и юристам. Они намерены через суд доказать свое право на эту территорию. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Пермь догнала Москву. Пока, правда, лишь по забитости пляжей. Специалисты компании «Дубльгиз» провели исследование, специальное исследование изучив обеспеченность 15 крупнейших городов страны местами отдыха у воды. При расчетах искали соотношение населения к площади пляжей. Первое место поделили между собой Москва и Пермь. Пляжные побратимы предоставляют лишь один метр на 22 человека. К примеру, в Самаре или Волгограде положение дел с этим значительно лучше. По метру приходится на каждого жителя. Впрочем, специалисты, занимавшиеся исследованием, отметили, что их подсчеты весьма условны. Бесхозное хозяйство. Жители части микрорайона Левшина страдают от того, что около их домов свободно гуляет стадо коров. Скотина поедает растительность на клумбах и приносит другие неудобства, например, лепешки. А ведь фестиваль «Веселый коровяк» уже прошел, и применить их негде. Подробности в репортаже Екатерины Леоновой. Все фекалии, вот это вот все говно, вот от коров, от поросят, все вот течет к нам сюда. То есть, когда особенно вот жара, здесь вообще дышать невозможно. Даже ближе подойдешь к забору, тут совсем такие испарения идут. Елена Барашина терпит это уже несколько лет. По соседству большое хозяйство – куры, свиньи, коровы. Всего более десяти голов. Пастуха у них нет. Ходит там какая-то бабулька, она уйдет, они от нее убегут, она обратно идет. Мы боимся за детей. Больше-то вот то, что даже вот я выхожу, другой раз, все, мы с детьми встанем, у калитки стоим. Потому что они там четыре бугоя стоят, две коровы, два теленка. Хозяйка коров и поросей уверяет, что все стадо под присмотром, а соседи попросту ее оговаривают. А где пасетесь-то, куда ходите? Где Блевшина, вот где роща, березовая. Между тем, на любительском видео, которое нам предоставили соседи, отчетливо видно, как бык не доходит до пункта назначения, коим является березовая роща, а сворачивает в ближайший двор. Вот это все, вот это все были мальвы. Вот, вот видите, вот сколько они, они все мальвы съели. Жители не раз писали заявление и участковому, и в местную администрацию. На стадо и ныне там. Каждое лето они у нас как прописали здесь. В том году четыре бочка бегало. Мы тоже там, хоть маленькие мы гоняли, так они машинами бьют. Почему мы должны от этих коров страдать? Мы тоже, даже дети в говне, ой, извините за выражение, в этом фекалии коровами играют. Вчера у тебя внук пошел, ступил, все ножки запачкал. Да эти лепешки-то подбери, да и удобри, это самое, как его, растение-то в комнате. Я помню, раньше, когда гоняли скот, люди прямо за эти лепешки готовы подраться были. Времена уже не те. Правила содержания крупнорогатого скота в городской черте изменились. Пасти стадо необходимо на специально отведенной территории, вдали от общественных мест. А жителям совет, если не удается решить проблему полюбовно, нужно обращаться в прокуратуру.